Здравствуйте, дорогие братья! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем наши с вами беседы, страсти и борьба с ними. И сейчас мы перейдем к очень важной теме – цели христианской жизни. Для чего мы пришли в церковь? Многие неудачи в духовной жизни происходят от того, что человек поставил неправильную цель. Да, собственно, в любом деле нашей жизни, на работе, на учебе, лечении, что угодно, воспитании детей, если мы ставим неправильную цель, то, соответственно, получаем неправильный результат. Насколько важно, если мы хотим выехать из пункта А в пункт Б, понимать, где этот пункт находится, куда мы хотим достигнуть, а не приехать в пункт С и удивляться, что же так-то получилось. Если в нашей обыденной жизни это важно, то насколько важно это в духовной жизни, цель какова? Так вот, в теме страсти и борьбы с ними мы должны понять, какова цель нашей жизни. В нашей жизни христианской мы должны помнить, что является главным. Вообще духовная жизнь – это тема громадная просто. Много разных тем, оттенков, очень много. Очень много писаний, очень много духовных писателей об этом писали. Но в чем суть-то, в чем цель? Что самое ценное в жизни христианина? В чем? Кто-то говорит хождение в церковь, кто-то говорит посты, молитвы, кто-то говорит, что служение ближним. Недорогие мои, самое ценное в христианской жизни – это Христос, то есть это Бог. А все остальное – это прилагательные к этой самой дорогой цели христианской жизни. Так вот, цель христианина – это быть со Христом. Он – самое главное сокровище. И раскрывая эту тему, мне хочется с вами разобрать статью святителя Игнатия о последовании Господа нашему Иисусу Христу. Это аскетические опыты, том первый. Самая первая статья святителя Игнатия не случайно ставит именно эту статью, самая первая. Прежде чем мы начнем изучать, отвечу на такой вопрос, с которым сталкиваюсь регулярно. Полезно ли читать святителя Игнатия? Дорогие мои, полезно ли изучать правила дорожного движения водителю? Нет сомнений, да, Витя? Полезно ли врачу изучать человеческое тело, его болезни, действия лекарств? Да необходимо просто, правда? Полезно ли экономисту знать законы экономики, математику, законы математики? Ну, я думаю, что вряд ли мы будем спорить с такими простыми истинами. Так вот, христианину знать правила духовной жизни жизненно необходимо. И читать святителя Игнатия не просто нужно и можно, а также важно жизненно необходимо. Вот почему я привязался сам лично к святителю Игнатию, к его трудам. Святитель Игнатий интересен тем, что он, будучи человеком высокообразованным, с мирской точки зрения, да, он знал несколько языков европейских, без словаря переводил из греческого, с латыни, хорошо был начитан, хорошо образован. Он еще и обладал, так знаете, даже неудобно говорить обладал. Вот по его писаниям можно сказать, что обладает, да, потому что мы его слышим, его голос в его писании, да, обладает замечательным умом. Когда о духовной жизни, о таких вещах очень сложных, на самом деле, обтекаемых, он говорит точно и четко. Это показатель большого опыта и большого ума, когда человек может кратко рассказать о важных и сложных вещах. Тем более, Святитель Игнатий не просто умом это, да, познает, он пропускает вот то, что о чем пишет, через себя, через свой опыт жизни. И поэтому его писание, это, вот как я и говорю, вот своим прихожанам, с кем мы беседуем, что это инструкции, и их надо читать как инструкции. Ведь если ты получил какой-то новый аппарат и не прочитал инструкции, начинаешь тыкать на кнопки, не удивляйся, что ты сломаешь его в ближайшее время. Ладно, если не взорвется, да. Также и в духовной жизни, если ты не знаешь основных правил, если ты не изучал их, не удивляйся, что у тебя жизнь-то на самом-то деле, как бы ты ни прикрывал фиговыми листочками своих рассуждений, дела показывают, что все не так хорошо. Так вот, Святитель Игнатий, он как раз и учит очень точно, очень четко, его понятия, понятия, записанные в его трудах, замечательно усваиваются умом. Если человек не понимает, знаете, есть такие люди, они говорят, я не понимаю, читаю, вот сижу, сижу, буксую, буксую, ничего не понимаю. Дорогие мои, это признак того, что, ну, без обид, да, что у нас ум к духовному не настроен. Значит, надо настраиваться. Не сдаваться, надо трудиться. И поэтому отчасти вот наша передача может, ну, послужить каким-то зернышком вот к этому, к тому, чтобы, может быть, у вас появится любовь к святоотеческому чтению, чтению святоотеческих писаний, простите. Так вот, смотрите, что если, допустим, мы пытаемся читать и не понимаем, это на самом деле признак, ну, нехороший. Это признак того, что ум у нас не ухватывает, не понимает духовных понятий. Вот в этом есть важная закономерность духовной жизни. Человек должен быть настроен к вере, он должен ее изучать. И потихонечку ум начинает перестраиваться. Ты начинаешь это все усваивать. Начинаешь понимать Евангелие, начинаешь понимать святоотеческие писания. Это сразу не дано, не надо от этого расстраиваться, что у тебя не получилось. Можно, допустим, те же труды святителя гнать и начинать с писем или с его жизнеописания, но, безусловно, и с молитвы к нему. Ну, и не только к нему, а к любому духовному писателю святому, чтобы он, помолившись у престола Господа, и спросил бы нам разума, что очень важно. Так вот, надо изучать, полезно или не полезно. Да, конечно, полезно. Конечно, полезно. Слышал неоднократно, что про писание святителя Игнатия говорили люди, даже священнослужители, что он очень унылый. Вот, дорогие мои, это очень плохой признак, опять же. Не книг святителя Игнатия, а нас, воспринимающих. Если нам говорят о пути ко спасению, и нас вызывает это уныние, то беда-то не в писании, беда в нас. Надо пересмотреть себя, пересмотреть свой образ жизни, пересмотреть свои приоритеты, ценности. Значит, это признак плохой, это признак того, что ты ушел не туда, что ты в темноте на ощупь идешь куда-то. Если тебя призывают к свету, ты говоришь, что свет противный, он режет глаза, и дайте мне поскорее залезть в мою канализацию, то тут не солнце виновата. Тут виноваты мои глаза, которые привыкли видеть постоянно грязь, темноту и не хотят света. Так вот, дорогие мои, на этом условимся, да, что святителя Игнатия читать можно и нужно. Тот, кто говорит, что это не нужно и не можно, то, наверное, этот человек заблуждается. Не, наверное, я считаю, что этот человек заблуждается, и слушать его не надо. Итак, давайте мы приступим к цели наших занятий, да, нашего занятия о цели христианской жизни. Вот смотрите, если человек поставит свою цель, что он приходит к церкви, в церковь, да, чтобы искать радость, и только радость, да, допустим, он столкнется с тем, что грехи у меня, у ближних, там, священник увидит грешащего, службы увидит длинные, там, посты там начинаются. Что это приносит, радость разве? Ну, порадуется он денек-другой-третий, годок-другой, да, а потом-то в итоге, это ничего уже потом не радует. Вот эффект новизны пропал. Ищет, допустим, человек любви, ну, среди близких, среди людей, и не найдет ее, потому что мир-то устроен по-другому. Мир возле лежит, а мы ищем какой-то человеческой любви. И вот не понимая правильных понятий, да, не зная их, правильных понятий, человек ставит не ту цель, сталкивается с тем, что эта цель неосуществима, и, соответственно, теряется, пропадает. Так вот, какова цель христианина, да? Это Христос, вот цель христианина. Давайте поразбираем творение святителя Игнатия. Еще раз скажу, это произведение называется «О последовании Господу нашему Иисусу Христу». Казалось бы, вот цель христианина. Статья не короткая, но она очень важная. Давайте попробуем, разоберем. Итак, святитель Игнатий пишет. «А кто мне служит, мне да последует». То есть последует. Вот с первых же строк святитель Игнатий цитирует Христа. Не какого-то другого человека доброго и хорошего, не замечательного писателя, а говорит словами Христа, что если ты хочешь мне служить, да, а мы же все говорим, ну, конечно, хотел Христу служить. «Мне да последует». То есть вот последование Христу, да, нужно быть. «Сказал Господь, каждый христианин обетами, произнесенными при святом крещении, принял на себя обязанность быть рабом и служителем Господа Иисуса Христа. Последовать Господу Иисусу Христу непременно должен каждый христианин». Смотрите, какие глубокие слова, да, они наталкивают на какую мысль. Мы часто, вот еще раз повторюсь, в прошлой передаче я говорил о том, что у нас, к сожалению, нет оглашения в храмах. И человек, принимая крещение, он не понимает, что происходит. У меня, знаете, был опыт, вот первого года моего служения, я был в командировке, ну, в одном из храмов области, и моя задача была крестить людей, ну, совершать требы. На тот момент, как мы понимали, это был 98-й год, 99-й, во время крещения что-то ты пытался там человеку объяснять. И знаете, вот самый такой ответственный момент в начале крещения, когда человек дает вот эти самые обеды, о которых пишется в Телегнатии, этот момент всегда становился весьма смешным для человека, когда, знаете, священник говорит, сейчас мы будем отрекаться от сатаны. Человек там за священником повторяет, отрекаясь там от сатаны, от всех его дел, и священник говорит, ду не плюнь на него. И тут веселье начинается. И вот каждый раз, раз от разу, ну, не 100%, конечно, крещающийся так делал, но очень часто это происходит в каждой группе, а тогда крестились еще группы, я за год покрестил около тысячи человек, которые потом в церковь не пришли, что потом мне и дал толчок такой для того, чтобы на приходе начать развивать оглашение и следить за этим. В каждой группе находился человек, то есть несколько человек, которых это очень смешило. А почему смешило? Потому что они понимают, что происходит. Он понарошку отрекается от сатаны, понарошку играет, как бы, да, присоединяется со Христом. Давайте разберем, что происходит на крещении. Вот смотрите. Перед тем, как человек станет христианином, священник просит отречься от сатаны, от служения ему, от его гордыни. Если человек приходит осознанно к окрещению, а знаете, как приятно крестить человека, который осознанно приходит к окрещению? Это совершенно другое впечатление. Ты не чувствуешь себя, вот как священник, не чувствуешь себя, знаете, обслуживающим персоналом, а чувствуешь себя реально пастырем, потому что ты год с ним провозился, ну, допустим, да, а в древней церкви от 3 до 5 лет готовили человека. И этот человек уже тебе родной, ты его знаешь хорошо, вместе с ним изучал его жизнь, помогал ему как-то, настраивал. И этот человек осознанно понимает, от чего он отрекается, что не просто от какого-то абстрактного сатаны, а от конкретного духа, который тебя мучил, тебя мучает, и с которым еще нужно будет бороться. Но ты служил ему своими грехами, своей гордыней. И этот человек отрекается, когда он отрекается осознанно, понимая, что он делает, это очень трогательно. И почему смешит эта история людей неподготовленных к крещению? Потому что они не понимают, что происходит. Вот ими, по сути, сам лукавый смеется над этой всей профанацией. Так вот, смотрите, что происходит дальше. Вот человек сказал словами, отрекаюсь, да, и говорит это трижды. Вот это очень важный такой повтор трижды. Он говорит о том, что человек осознанно это должен сделать. Что не просто там, знаете, ему сказали, знаете, как вот детям маленьким мы говорим, а скажи вот это слово, скажи вот это, он там повторяет, но все смеемся. Потому что он повторяет, может быть, неловко как-то, наивно, делая ошибки. Нет, здесь совсем по-другому. Здесь человек проявляет свою свободу трижды. Это значит, ты подтверждаешь каждым повторением, что ты реально хочешь отречься, что ты это хочешь делать, потому что ты будешь это делать. Потом священник задает по-другому поставленный вопрос. Отрекся ли ты от сатаны? И просто отрекаешься тебе, это как бы в будущем, да? А сейчас ты отрекся, уже сделал это дело. Внутри ты порвал эту связь. И человек говорит, отрекаюсь, да? Ну, я переужу на русский язык. Там по-другому немножко говорится. И тогда священник говорит, иду не и плю не на него. Ведь недостаточно только словами говорить. Мы сколько словами обещаем и не делаем? Надо делами подтверждать свою веру. Ведь она без дела-то мертва, правда? И вот человек совершает вот такое на самом-то деле не смешное действие. Он вот этого духа злобы вызывает на войну, по большому счету. Вот представьте, вот мы с вами люди гордые, и нам плюнь в лицо. Что мы будем делать? Подставим ли мы другую щеку? Вряд ли. Начнем доказывать, что нас оскорбили. Пойдем в суды или дадим в лицо обидчику. Так вот, гордый дух падший, он очень оскорблен вот этим самым действием, плюновением и дуновением. Это дела презрения, это мы показываем презрение. Дальше человек, поворачиваясь к алтарю, к иконе Христа, к образу Христа, отвечает на такой вопрос священника. Сочетоваешь ли ты со Христом? То есть, что значит сочетоваться? Сочетоваться значит соединяться. Вот у нас в нашем современном русском языке тоже есть такое слово. Когда мы говорим о браке, вот мужчина и женщина, да, мы говорим, они сочетались в браке, то есть соединились в браке. Так это происходит. Человек, желающий добровольно быть со Христом, он, отвечая на этот вопрос священника, он и становится со Христом. Потом он крестится, потом он получает прощение грехов, потом он получает дары в таинстве мира помазания, но он уже Христов, он уже сделал свой выбор. И это вовсе не смешно. Это представляете, на что похоже? Это похоже на воинскую присягу, когда военнослужащий раз в жизни, он не присягает 10 раз, один раз в жизни присягает служить Отечеству. Это похоже на очень такие трогательные слова венчания или бракосочетания, когда юноша, девушка, мужчина, женщина, подготовившись к этому таинству, обещают хранить верность друг другу. Это же тоже должно быть раз и на всю жизнь, навечно. Также и крещение, оно одно, оно не повторяется больше. Мы веруем в единое крещение, восстановление грехов. И это такая же, точно такая же клятва верности Христу. Если мы после этой клятвы потом живем не так, как заповедует нам Бог, заповедует церковь, то это страшная беда. Так вот, святитель Игнатий нам и говорит, возвращаясь к тексту, что своими обетами, произнесенными при крещении, а мы это сделали уже, мы обещали быть рабом Христу, служителем Его. Мы можем сказать, ну, мы в детстве крещены, нас как бы не спрашивали. Ничего подобного, дорогие мои. Церковь крестит детей по вере родителей и восприемников. То есть, соответственно, родители, как могли, дали нам самое ценное, веру. Другой вопрос, что нас, может, не учили этому, не показали пример жизни во Христе, но мы с детства посвящены, получается, Христу. Как мы, допустим, можем говорить, а мы не хотим быть русскими, например. Хотя у тебя папа, мама русский, да, и ты по-русски говоришь. Это, ну, немножко на безумие похоже, правда? То есть, есть в нашей жизни данность, да, то, что мы на папу, на маму похожи, то, что мы люди, да, то, что мы имеем свою какую-то национальность, свою культуру, свою историю. От этого не уйдешь, мы это все наследуем, наследуем от родителей, наследуем от своих предков. Также и веру в детстве, если нам, получается, нас посвятили Христу, то это уже данность, избранность. Не надо говорить, что, мол, меня не спросили. Родители дали гораздо больше нам, чем язык, культуру или даже внешний вид свой. Они нам дали веру, посвятили нас, да, Христу. И так дальше свидетель Игнатий пишет. Назвав себя пастырем овец, Господь сказал, что овцы глаз этого пастыря слышат, и овцы по нем идут, поскольку знают глаз его. Вот тут, конечно, пастырем себя Христос называет, а овцами это нас он называет. Тут очень важно понимать, что разный способ есть пастырства, вот если брать такое сельское хозяйство, коров пастут по-другому, чем овец. Когда коров пастут, пастух идет сзади, с кнутом, а овец пастут по-другому, пастух идет впереди. И поэтому, когда мы с вами называем себя овцы стада Христова, то надо понимать, что это не просто мы такие, знаете, мультяшные овечки собрались, так все здорово, травку щиплем, а то, что идти нужно за Христом, он впереди идет. Глаз его, да? Голос, то есть. Как услышать голос Христов? Где он? Глаз Христов, пишет святитель Игнатий, учение его, глаз Христов, Евангелие, шествие вслед Христа по пути земного странствования, деятельность, всецело направленная по заповедям его. Вот смотрите, что получается. Звучит здорово, звучит красиво, да? Христос говорит нам до сих пор, да, его голос можно услышать, ну, не физически, конечно, а голос, выраженный в словах, священное писание. У многих ли у нас Евангелие является настольной книгой? Вопрос, да? Вот я пришел к вере в середине 90-х годов, тогда и Евангелие невозможно было купить, там литература не продавалась, духовная. Помнится, мне, мама моя выписала Евангелие, я учился еще в школе, от протестантов, вот у меня до сих пор она лежит, но она по сендальным, сендальный перевод, естественно, там не добавляли ничего, слава Богу, но не каждый мог себе получить, заполучить Евангелие, а сейчас-то, дорогие мои, вы смотрите, в отличие от наших предков, которые жили, ну, допустим, 100-150 лет назад, 200, мы абсолютно грамотны, Евангелие стоит недорого, у всех ли оно есть? Это во-первых. Читаем ли мы его регулярно? Тоже большой вопрос. Изучаем ли его? Потому что читать Евангелие без толкования, это тоже неправильно. То есть, видите, получается, как мы можем идти за пастырем, да, если мы его голос не слышим, если Евангелие для нас, ну, не ценность. Вот если вспомнить, допустим, какую-то, ну, мирскую историю, вот давайте так представим, что, допустим, молодой человек уехал из дома, и его любимые родители пишут ему письмо. Наверное, оно будет очень дорого сердцу там у молодого человека, да, ведь он, или там любимое написала, жена там написала, муж командировки далеко находится в долгой. Наверняка, эти строки, эти, может быть, простые слова, они очень много говорят человеку, это святыня, он хранит где-то у сердца. А почему слова Бога-то у нас не святыня? Почему Евангелие у нас может быть запаленным, лежать там на какой-то 25-й полке? Нет, дорогие мои, давайте менять отношения. Это голос Христа. Не узнаем его, откуда мы узнаем заповеди, если мы их не читаем? Вообще, в идеале, христианин должен очень хорошо знать Евангелие. Вы знаете, как говорят так, что протестанты, вот они хорошо знают Евангелие, а православные только целуют его. Дорогие мои, почему мы сдали эту свою позицию? Мы должны знать Евангелие, мы обладатели, мы грешники немощные, но мы обладатели того духовного багажа, который за нами стоят предки наши в виде святых, которые оставили толкование, бери, изучай, не ленись, отбрось этот смартфон, в котором ты ковыряешься. Дальше. Чтобы последовать Христу, пишет святитель Игнатий дальше, надо ведать глаз его, изучи Евангелие и, возможно, жизнью свою последовать Христу. Вот то, о чем мы с вами говорим. Кто, родившись по плоти, ну, имеется в виду, просто физически родившись от родителей, внедит в паке бытие, то есть, внедит в вечную жизнь, при посредстве святого крещения сохранит состояние, доставленное крещением, а это состояние безгрешности, чистоты от грехов, при посредстве жительства по Евангелию тот спасется. Смотрите, нам обещается спасение. Поэтому, дорогие мои, настраиваясь на духовную жизнь, давайте и будем об этом помнить, что спасение — это нечто такое прямо невозможно-невозможное. Оказывается, смотрите, что там пишет святитель Игнатий, что посредством крещения, сохранение состояния духовного, правильного, жительства по Евангелию и вере во Христа правильной, человек может спастись. Чего я всем нам с вами желаю. Помоги нам всем Господь. Субтитры